Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. В Ельне установлен бюст Исаковского. Юбилей детского сада Мишутка. Итоги профилактической операции «Должник». 27 марта – Всемирный день театра. А теперь об этих и других событиях подробнее. Правительство Российской Федерации распорядилось выделить средства на реализацию региональных программ по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Деньги получат 59 регионов, в том числе и наша область. Известно, что Смоленщине на эти цели выделят около 4,5 миллионов рублей. В редакции Ельнинской газеты «Знамя» установлен бюст её основателю Михаилу Исаковскому, великому русскому писателю и поэту-песеннику. Наша съёмочная группа стала свидетелем этого знаменательного события. Ельнинская земля богата своей историей. С ней неразрывно связано имя великого русского поэта Михаила Васильевича Исаковского. В начале прошлого века он основал Ельнинскую уездную газету «Знамя». Газета выходит в Ельнинском районе по сей день и носит это гордое имя почти сто лет. 23 марта в редакции газеты состоялось торжественное открытие бюста первому редактору. Мы сохраняем и помножаем традиции Михаила Васильевича. Будучи первым редактором, он был боевым журналистом. Именно здесь, в редакции газеты, он и созрел как поэт. В мероприятии приняли участие писатель, поэт, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, председатель пресс-клуба «Чистая энергия» Владимир Королёв, Барт Любовь Сердечная, Ельнинский поэт Анатолий Панасичкин, журналисты Смоленска, Десногорска, Починка, Хиславичи, Глинки, школьники и жители города Ельни. Бюст Михаила Васильевича Исаковского подарил Ельни скульптор Константин Куликов. Сейчас я очень рад, что один из своих бюстов находит свое постоянное место жительства в реакции газеты, где редактором был Исаковский. Владимир Королёв отметил, что стихи и песни на слова поэта Михаила Исаковского знает и поет не одно поколение россиян. Мы сопричастны к стихам великого Михаила Исаковского, песням его «Катюша, одинокая гармонь, в лесу прифронтовом, дам приказ ему на запад». Потрясающие произведения искусства. И мы сегодня, каждый переживает этот момент, соотнося свои мысли и свои дела с именем Михаила Васильевича Исаковского. В мероприятии приняла участие делегация Смоленской атомной электростанции и журналистов Десногорска. Завершился праздник литературно-поэтическим концертом, на котором поэты, писатели и барды исполняли стихи Михаила Исаковского и произведения собственного сочинения. В феврале детский сад Мишутка отметил своё 35-летие. За эти годы детский сад прошёл длинный путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. На сегодняшний день в саду функционируют 10 групп, которые посещают 170 детей. Работают 64 сотрудника. За 35 лет были подготовлены к успешному обучению в школе более 2000 детей. В молодёжном посёлке строителей Смоленской аэры в Десногорске под руководством Шилина и Раисы Андреевны был введён в эксплуатацию детский сад Ясли. В честь символа московской обряда 80 его назвали Мишутка. Воспитатели находят дорожку в душу каждого ребёнка. Повара стараются приготовить вкусное и полезное угощение. Музыкальный руководитель – раскрыть творческий потенциал дошкольников. Этим коллективом единомышленников руководит Александра Батурина. Приступив к работе в 2011 году, заведующая начала бесконечные хлопоты по благоустройству здания, дворовой территории, пищеблока, прачечной, групповых комнат и спален. Были успешно проведены строительные работы по капитальному ремонту здания детского сада. На его территории выросли новые современные веранды. Полностью заменена система отопления. За время руководства Александра Ивановна зарекомендовала себя как чуткий и заботливый, ответственный и инициативный руководитель. Она умело организует коллектив на достижение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми. Обладает способностью обеспечить функционирование и развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования. В 2012 году сотрудники с большим стажем работы были награждены нагрудными знаками и благодарностями концерна «Росэнергоатом». В 2013-м детский сад победил в конкурсе социально значимых проектов. Детском саду очень весело. Мы любим сказки. Мы здесь играем. Мы любим читать. Мы любим очень вкусно есть. Сегодня педагогический коллектив идет в ногу со временем. Полон решимости и надежд сохранить свой творческий потенциал, традиции и доброе имя сада. Полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Должник», которая проходила по всей Смоленщине с 14 по 18 марта для того, чтобы повысить результаты работы по взысканию административных штрафов. Подробности в нашем сюжете. Во время операции «Должник» сотрудники подразделений полиции по охране общественного порядка и судебные приставы посетили более 300 граждан, привлекавшихся к административной ответственности и уклонившихся от уплаты штрафов по установленной законом 60-дневный срок. Во время проведения мероприятия в отношении должников было составлено 315 протоколов по части 1 статье 20.25 неуплата административного штрафа в срок. Административному штрафу в виде ареста подвергнуты 133 гражданина. Количество поступивших и перечисленных денежных средств от граждан, не уплативших административный штраф, установленный законом срок в период проведения мероприятия, составило более 200 тысяч рублей. Мерой наказания за данное правонарушение является административный арест на срок от 1 до 15 суток, либо административный штраф в двойном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо же обязательная работа. 13 августа состоится 6-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад», приуроченный ко Дню физкультурника. В фестивале примут участие 9 профессиональных пиротехнических команд. Предварительная продажа билетов уже начата. Подробности на сайте, который вы видите на своих экранах. 27 марта отмечается Всемирный день театра. 35 лет назад именно в этот день в Десногорске был организован театр, получивший впоследствии название «Пирамида». Теперь легендарная пирамида – это уже история. Наш следующий сюжет о режиссёре и театралах. 1981 год. Август. На заборе очередного строительного объекта всем на удивление появилась театральная афиша. Пуску первого энергоблока посвящается спектакль молодёжного театра «Лошадь Пржевальского». Режиссёр Энн Курбатова. Да, вот так мы и родились. Всем на удивление. И каждый год новые премьеры, новые спектакли. А между ними новогодние карнавалы для взрослых и детей. Праздники. Нептуна. Неяды. Первоапрельские юморины. Ну это всё наши театральные игрушки. Несерьёзные. А вот спектакли «Славутичьем» и «Зелёным мыси» для чернобыльцев и для ликвидаторов. Это наша золотая копилка. Предмет нашей гордости. Ну а в общем-то 30 пример за 28 лет жизни театра. Разве этого мало? Даже по человеческим меркам. А какой у нас зритель. Дорогие мои. Это вам только кажется, что вы просто хлопаете. Всё дело в том, что в ваших аплодисментах есть всё. Сегодня два коллектива в Десногорске живут и дышат не благодаря, а вопреки. Это детский театр «Гном» Дани Макаровой и театральное сообщество под руководством Геннадия Гриднева. Удачи вам, дорогие мои коллеги. Аншлагов, цветопадов, пандусов для инвалидных колясок и обязательно творческих взлётов. А детям и внукам пирамиды хочу сказать – гордитесь своими корнями, потому что ваши деды и родители вершили историю города. Вспомнить творчество пирамиды, а кому-то и познакомиться вновь, можно будет в мае, когда в выставочном зале городского музея откроется выставка, посвящённая нашему старейшему театру. Презентация выставки состоится в Ночь музеев 20 мая. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания.